Одна из самых важных цифр в вашей жизни, то, что вы сейчас услышите, это правда. Это одна из самых важных цифр в вашей жизни. И я должен был, хотя не важно, самое главное вам ее поведать, тем более я вам рассказываю ее сейчас в самом-самом начале пути. Она все на самом деле, эта цифра в вашей жизни меняет. Она дает понимание истинной сути вещей, особенно в таком вопросе, как достижение цели. А если я не ошибаюсь, то в нашем 47-дневном эксперименте-посте это главная задача – достичь цели или исполнить желание, или поменять каким-то образом свою жизнь к лучшему. Итак, мы с вами стали на путь, благодаря которому за 47 дней поста, молитвы или медитации, как кто хочет, должны повысить концентрацию ДМТ в своем теле, деметилдриптамина, натурального психоделика, благодаря которому должно исполниться некое желание. Я утверждаю, Крыжановский Петр, что у меня это работает и мои желания исполняются. Есть люди, которые мне поверили, которые хотят пройти тот же самый путь, чтобы их желание исполнилось. Так вот, золотые мои мальчишки и девчонки, вы знаете, какое количество людей из ста человек, которые, задумав какую-то идею, перейдут к ее реализации? Это цифра 5%. Это очень важно. То есть из ста человек, которые хотят пойти в спортзал, пойдут пять. Из ста человек, которые проходят сейчас пост в группе в Телеграме, дойдут 5%. Или даже не так. Предпримут попытку пройти его, после задумки идеи, что вот да, надо попробовать, предпримут попытку пройти 5%. Так во всем жизни. Вы задумали, например, открыть ресторан. Вы задумали выучиться на хирурга или выучить английский язык. Всего 5% из ста, кто все это задумал, перейдут от разговоров к попытке все это реализовать. Вы можете себе это представить? То есть если ты просто начал пытаться, ты уже увеличил свои шансы на успех на 95%. Понимаете? Поэтому мы можем с вами ходить по углям, медитировать, ничего не есть, писать доски в визуализации, дневники желаний, да делать что угодно, молиться, медитировать. Но если вы не перейдете от своего желания, как бы желания, да, чтобы что-то в вашей жизни изменилось, появилось, к конкретной реализации этого желания, если вы не впихнете себя в эти 5%, ничего не будет. Понимаете? Вам не поможет, ну я не хочу обобщать, это неперсонализированное обращение к вам, человеку не поможет ни волшебная палочка, ни Гарри Поттер, ни Санта Клаус. Никто. Если он в какой-то определенный момент не поймет, что он либо будет играть по определенным правилам игры, которые подразумевают реализацию задуманного тобой, либо он останется в этих 95% процентах. А вы заметили, насколько сильно и хорошо, то есть идеально фактически эта цифра коррелируется с теми, кто обладает 80 или сколько там 90-ми процентов мировых богатств. 5% населения. Я понимаю прекрасно, что там среди них есть те, кому передалось по наследству и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом. Вот вам и 5% из 95. Это потрясающий процент, который должен вообще-то вас убедить в том, что нужно что-то сделать. То есть, начиная что-то делать, ты увеличиваешь свой шанс на 95%. Ваш покорный слуга, Крыжиновский Петр Михайлович, писатель, у которого с точки зрения писательства все на самом деле неплохо, чтобы не сказать хорошо, который не просто издается и что-то издает для себя. Нет! Он продается, он создает контент, материал, который отображается на бумаге и который продается. Так вот, вы знаете, какое количество раз мне сказали, что это никуда не годится, прежде чем вышла моя первая книга. И что, типа, писатель, типа, что за чушь, разве сейчас на писательстве можно что-то заработать? Ну что ж, друзья мои, я могу сказать, возможно, если правильно подойти к данному вопросу и все сделать. Всю свою жизнь я ходил и выдумывал в башке какие-то сюжеты, истории, вот, но не переходил к реализации, то есть, я не садился за ноутбук или за стол перед белым листом и не начинал писать. То есть, как только я сел и это сделал, я сразу увеличил свои проценты на исполнение моего желания, на исполнение моих надежд на 95%. Так вот, друзья мои, в вашей жизни может быть Ошо, Зеланд, Садхгуру, Крыжановский, кто угодно, но если вы не впихнете себя своей собственной волей, в эти 5% ничего не будет. Поверьте мне, и никакой план визуализации или 47-дневный пост вам не принесет ничего из того, что вы хотите. Поверьте, сейчас то, что происходит, возможность максимально сосредоточиться и локализировать внутри себя волю, эмоцию, которая позволит быть вот этой искрой сосредоточения, которая приведет вас к конкретной цели. А идти к ней, плюс-минус, вы знаете, не важно как, важно до нее дойти. Единственное средство, которое не оправдывает цель, связанное с человеческими жизнями и эмоциями, негативными. Все остальные средства, то есть цель оправдывает средства. У меня так всегда. только не тогда, когда это касается насилия, чего-то плохого, бесчеловечного и шагания по трупам. Это не по мне. Вот такая вот история, друзья. Решайте для себя сами, куда вы, к чему вы стремитесь, чего вы хотите. Хотите ли вы быть частью 95% или 5%. Я однозначно предпочитаю быть в этих 5%. Далее, друзья мои, я не помню, сказал ли я вам про сахар. Вот. Или говорил в прошлом ролике, я не знаю. Повторю. Сахар не убираем и соль не убираем, мы их уменьшаем. Не забывайте. Прекрасный заменитель сахара является фруктоза. У нее, конечно, высоковат достаточно гликемический индекс, но при этом это полезно и это не сахар. Вы можете заменить сахар бананом и виноградом. Вот. У них, опять же, повторяю, не очень низкий гликемический индекс. Я очень хорошо помню, как во время тренировок, после тренировки я постоянно ел один банан и не мог похудеть. Это было связано с тем, что у банана средний гликемический индекс. И после тренировки, когда я кушал этот один банан, съедал, несмотря на то, что я находился на лютейшей совершенно диете, был выброс инсулина, который отвечает за докопление жиров, который не позволял мне скидывать вес. Как только я из этой схемы вырезал банан, сразу же вес пошел вниз. Вот. Однако сейчас у нас цель, я насколько понимаю, похудеть не стоит, по крайней мере у вас, я за себя говорить не буду. Поэтому банан и виноград чудесно, чудесным будет по-моему финики еще, по-моему финики заменителем сахара. По поводу мне один человек написал очень-очень правильная вещь, интересная, зависимость от смартфона, зависимость от компьютера, компьютерных игр и так далее и тому подобное. Так вот, мы это не убираем, мы это урезаем, потому что не следует забывать, что смартфон это прежде всего средство коммуникации. Сейчас все мои дела, весь мой бизнес я фактически веду через смартфон. его безусловно надо урезать, не стоит тратить время на пустое прокручивание ленты новостей. Можно общаться в чате в группе нулевой пациент, там всегда много людей, всегда много сообщений, очень-очень интересное дружеское общение. Я рекомендую читать книжки, и это не намек, сейчас извините, немножко вспотел жара, страшная. рекомендую читать книги, это не намек, то есть можно читать не обязательно мои, читать хорошие добрые книги, желательно художественные, потому что если мы берем какую-то эзотерическую современную литературу, вам там часто рассказывают обо всем на свете, и об аффирмациях, и об эфире, и досках визуализации, и о адренохроме, и о гавахе, обо всем и одновременно. К этим всем вещам нужно относиться очень аккуратно, не забывайте, что ваш разум, ваша черепная коробка это чаша, и туда весь подряд мусор скидывать нельзя, нужно относиться к этому с осторожностью, и очень-очень аккуратно дозировать, для того, чтобы прежде всего понять, что вам по итогу дает эта информация, и насколько она правильно аргументирована и обоснована. Вот, поэтому я рекомендую читать хорошие художественные книги, которые, может быть, мотивируют. Вот, книгу Стивена Кинга «Оно» мы читать не будем на этом 47-дневном посту, потому что нам негативные эмоции совсем-совсем не нужны, друзья мои. Вот, читайте книги, почему? Потому что затрата клеток мозга во время чтения книг в несколько раз больше, во время прослушивания музыки, аудиокниг, во время просмотра фильмов, телевидения, компьютерных игр и так далее. Объясняю, почему. Вот вы читаете, перед вами только текст, и вы должны представить себе голос, звук, цвет, само место, обстоятельства, эмоции. То есть и за все это отвечают определенные участки мозга, которые начинают работать, несмотря на то, что они не принимают этой зрительной и прочей информации, тактильной, обонятельной, слуховой, извне. Вы это представляете, да? Вы представляете, каким образом будет выглядеть там аромат роз, например, то есть какой это будет запах. И сразу же в соответствующей центре в вашей голове обработки информации начинают усиленно работать и возникает тот же самый, как при медитации нейрогенез мозга клетки. Клетки новые рождаются. А лучше этого для человеческой головы, если это, естественно, клетки полезные. А мы не будем с вами форсировать нейрогенез клеток мозга, например, псилоцибином, который очень-очень напоминает серотонин, потому что Терренс Маккена, который был так пропагандировал грибы, погиб от рака мозга. И его раковая опухоль была похожа на гриб. Понимаете? А многие говорят, что рак это грибок. То есть он псилоцибином и психоделиками, принимаемыми извне, вызвал нейрогенез раковых клеток мозга. Это я передаю привет всем знатокам психоделиков и того, как они положительно влияют на организм. Совсем нужно быть максимально осторожным. И между, например, Альбертом, ну, между Терренсом Маккеной и Альбертом Хоффманом, создателем ЛСД и великим ученым-химиком, одним из тех, чей портрет висит у меня на стене во время роликов, я бы предпочел слушать Альберта Хоффмана, который пробовал в жизни собственный препарат всего дважды и вообще интересный, гениальный, умный, правильный человек, не слишком сильно в общем ведитесь на всю эту психоделическую чушь и намасте знатоков, которые намасте, которые учат просветление, заглушить свое эго. А зачем мне эго свое заглушать? Я благодаря своему эго, благодаря своему эго делаю много хорошего, стараюсь помочь людям, понимаете, каждый день. Я не собираюсь и не хочу глушить свое эго, тем более такими радикальными способами, относительно которых есть сомнения. Вот так вот, друзья мои, по поводу нейрогенеза мозга. Сахар у нас, значит, бананы, виноград. Далее, совсем-совсем чуть-чуть я вам скажу, расскажу. Меня часто спрашивают, как я отношусь к Зеланду, как я отношусь к Левашову. По-моему, Левашов у меня, кстати, чемпион среди тех, о ком спрашивают мое мнение. Друзья, у меня уже спросили про Белоруссию к тому, и о том, как я отношусь к Белоруссии, и как я отношусь к исламу как к религии. Самое уникальное, что об исламе меня больше всего просили рассказать мусульмане, а Белоруссии белорусы. И после того, как я выпустил свое видео, по крайней мере, по исламу, больше всего обиделись сами мусульмане. То есть, если вы не хотите, не дай бог, если это сопряжено с вашим эмоциональным фоном, если этот эмоциональный фон хрупок, и вы трогательно относитесь к каким-то важным для вас вещам эмоциональным, таким, как там соответственно политический строй, или конкретная личность президент, или тот же самый Левашов, или Зеланд, не спрашивайте тогда у меня, что я думаю, потому что я буду максимально откровенен и критичен, я расскажу то, что я думаю. После этого мне пишут, ну, если вы не считали Кастанеду, то мне с вами разговаривать не о чем. Друзья, я прочитал Кастанеду всего на пару с его Доном Хуаном. Дон Хуан это банальное его альтер-эго, которое, то есть, это он сам, который находился под воздействием огромного количества психоделиков. А вы знаете, какой чуши можно насмотреться под психоделиками? Я знаю, я их принимал. Понимаете? И это не означает, что после этого, после того, как я насмотрелся, весь этот аттракцион фракталов, существ, непонятных эмоций, в том числе и прекрасных, каких-то загадочных формул и смыслов, я должен сесть, написать книгу и выдать это все за правду. Не хотите слышать ничего плохого про Кастанеду? Не спрашивайте у меня. Не спрашивайте о Левашове, о Зеланде. Почему? Потому что я искренне, глубоко, с огромным презрением, друзья мои, извините, пожалуйста, я не хочу никого обидеть. Отношусь к Пентасевичам, Гондопасам, Фридамам, Зеландам, Левашовым и прочим. Объясняю, почему. Потому что идешь ты по залу, выступаешь перед огромной группой людей и рассказываешь им о том, как сделать так, чтобы твои мечты исполнились. И сидит перед тобой женщина, предположим, лет 50, 55, 60, а у нее снижена функция яичников, потому что она стареет, потому что у нее нет секса. И ты рассказываешь ей о мотивации. Девочки, золотые мои, вас заставляет прекрасно выглядеть, быть активной, желание понравиться кому-то или достичь чего-то. Эстроген, который вырабатывается вашими яичниками, которые говорят вам, девочка моя, мы должны найти хорошего самца. для этого ты должна выглядеть идеально. Это вот мотивация. Я презираю людей, которые не знают об этом, начинают втирать о том, как менять нашу с вами жизнь. Я глубоко презираю, просто. Я хочется, вот вы будете, я не знаю, ходите ли вы куда-то, не ходите, в следующий раз, когда вы будете, просто возьмите, поднимите руку перед каким-то из этих гуру, мотивационных, мать его, коучей, и спросите, а что такое кенуренин? Вот объясни мне, что такое кенуренин. Друзья мои, кенуренин это гормон несчастья. Какое может быть счастье? Какое может быть мотивация, желание действовать, желание что-то делать, нравиться кому-то, достигать чего-то, ходить на работу, когда у тебя в организме полно гормона несчастья? Они же даже не знают об этом, что это прежде всего, что человек, это не только метафизика, не только психология, не только его настрой, но это еще и физиология, понимаете, физиология. Вы можете сколько угодно стоять на коленях, молиться и медитировать, но если у вас, у мужчины понижен уровень тестостерона, он ничего не хочет. Недавно ехал домой с таксистом и мужчина, мне везет так в жизни, со мной разоткровенничался. Я никому не нужен, мне 48 лет, я не знаю, чего я хочу. Вот. У меня нет мечты. Я депрессивен, я одинок. Что мне делать? Я говорю ему, а вы проверялись на тестостерон? Он мне говорит, нет. И я говорю ему, ни один мужчина, сделавший укол тестостерона пропианата, не будет задаваться вопросом, что ему делать, для чего он живет, какая у него мечта, к чему он стремится. Я это говорю вам, как человек, который лет 14-15 назад прошел через стероиды, когда у меня был завышенный в десятки раз уровень собственного, ну там практически собственного не было, был искусственный тестостерон. Но я очень четко знал в эту секунду, чего я хочу, кого я хочу, что для этого нужно делать, как мне добиваться успеха, для того, чтобы тебя заметили девушки, женщины, противоположный пол. Все сразу становится на свои места. Дальше. Возьмите депрессивного, возьмите грустного, поникшего, у которого, или женщину поникшую, там, извините, что я все так по-мужски склоняю, вот, возьмите такого человека, дайте ему антидепрессант, посмотрите на него через 10 дней, когда у него повысится уровень собственного серотонина, гормона счастья и мотивации. Все! У него все пройдет! Все проблемы, вся боль, которая была по женщинам, по мужчинам, по поводу того, что у него нет работы, по поводу того, что у него мало денег, у него все сразу же пройдет, ребята. Понимаете? Это огромное благо психиатрия, несмотря на то, что очень многие скептически к ней относятся, психофармакология, порой есть ситуации, когда настолько тяжело людям, что это огромное для них благо. И вот вам какой-то жлоб ходит по, значит, какому-то конференц-залу и рисует вам какие-то графики о мотивации, о том, как надо достигать и так далее, и тому подобное. Но это же смешно, ребят, вот, извините, пожалуйста, что я так долго подводил к этому мое отношение к Зеландам, Левашовым, Кастанедам, Пентасевичам, Блавацким и так далее, и так далее, и так далее. Как я люблю говорить парабим-парабам-парабум. Что я вам рекомендую? Талантливый, опытный, психиатр, заметьте, не психолог, вот эта вот вся гештальт, ересь, чушь, забудьте о ней, который работает с конкретными шизиками, который колол им галлоперидол лет 20 назад, понимаете? Который знает, что такое дезаморфин, медицинское название героина, извините еще раз, я вот смотрю на камеру, немножко запотел, простите, который лечил электрошокером, который знает, что такое гипнотерапия, я вам даю гарантию, он вам даст больше, чем все гуру в мире, которых вы так любите, которых вы читаете. Опять же, не обобщаю, друзья мои, вы у меня самые любимые, самые чудесные. Этот специалист вам даст больше, чем любая бабка шептуха, чем даже просто, извините, пожалуйста, но это правда, больше, чем Крыжиновский Петр Михайлович, по крайней мере, то есть я, по крайней мере, в каких-то определенных аспектах, талантливый гипнолог, врач, психиатр, он вас вылечит от ожирения, от лени, от всех видов фобий, вы будете счастливым человеком за сеансов 5-10. Но для этого, друзья мои, нужно закончить медицинские, медицинские, вместе с интернатурой, с практикой различного рода этих буйно помешанных, как один, который работает там, не рассказывал. Знаете, есть говорят, что ой, да солнце ничего не влияет, луна ничего не влияет на организм, все это чушь, и погода, все это сам себе надумал, и он мне рассказывает, говорит, Петь, пусть они зайдут в отделение буйно помешанных на полнолуне. Вот, он говорит, там такой рев стоит, волчи, вот такой человек вам нужен, который прошел через все это, который знает, что есть мозг, который может его разложить, понимаете, который не смотрит на ваши повадки, не считывает вашу личность по тому, как вы говорите, по тому, как вы смотрите, потом он вам скажет о том, что, ой, вы знаете, вам нужно закрыть этот гештальт, гештальт, вот это вот, специалисты, их сейчас так много, новомодное слово, гештальт, а зачем слово проблема называть словом гештальт, зачем менять одно на другое, и поверьте, психолог, который закончил какие-то липовые поверхностные курсы, я показывал в одном уже, в одном своем ролике книгу, вот такую, медицинская психиатрия, которую я прочел, вот такую, понимаете, вот такой вот огромной величины, с мельчайшим шрифтом, они даже этого не прочитали, они ничего не знают о психофармакологии, о том, как сейчас, срочно, моментально помочь человеку, простите меня, я завелся, вот такая вот история, поэтому это тем, кто спрашивает, как я отношусь к тем или иным, не спрашивайте меня, друзья, если не хотите у меня услышать негатива, мои герои Ньютон, мои герои Хоффман, мои герои Бехтерева, мои герои слепоглухонемой мужчина, детский психолог Александр Суворов, который стал слепоглухонемым после того, как узнал, ну, это оказалось случайно, что он рожден от инцеста, вот, это огромное горе было в семье, он потерял зрение, слух в три года, гениальный человек, гениальный, мои герои, девочки, сестры, милосердие, молодые девчонки по 25, по 20 лет, которые вместо того, чтобы бухать и ходить по клубам, в 7 часов утра появляются на работе и за копейки ухаживают с улыбкой и вымывают слюни сбоку рта у детей, которые вообще потеряны, у которых просто такие хромосомные аберрации, которым даже как бы диагноз поставить нельзя, это мои герои, поэтому, когда мне пишут в комментариях, да прочитайте вы какую-нибудь там, предположим, Елену Еременко, да она уже все давно рассказала, простите, ребят, не зачет, для меня Карл Густав Юнг и в какой-то степени Зигмунд Фрейд ближе, чем вся эта поверхностная ересь, серьезные вещи надо всегда глубоко копать, а чем глубже, тем вы знаете, что ближе к ядру плотной земли более как бы выше и соответственно все это тяжелее копать. Вот, друзья мои, мы держим с вами пост, я скинул вам в группе музыку в Телеграме, под которую можно будет медитировать, сегодня я 20-30 минут у меня есть время тоже этому делю, вот, выключу свет, помедитирую, постараюсь остановить внутренний диалог, это для меня самая большая проблема, потому что я думаю обо всем и бесконечно, я с вами, я благодарю, что вы со мной, мы по-настоящему близкие друзья, мне все очень нравится, когда особенно я вижу, что ты заходишь, несколько часов не заходишь в чат, в Телеграме, а там уже 400 или 500 сообщений, и ты понимаешь, что ты уже их не прочитаешь, люди между собой что-то там рассказывают, делятся, это очень классно, я хотел, чтобы мы создали не секту и даже не общество, а просто чтобы мы были друзьями, которые имеют свое мнение, в этом ничего страшного нет, я могу быть, кто-то может считать, что я не прав, и ради бога, я абсолютно, меня это никаким образом не задевает, но мы друзья, мы вежливые, мы максимально корректно друг к другу высказываемся. Завтра, завтра, смотрю в камеру, а не на экран, завтра будет ролик об информационном поле Земли в моем старом стандартном формате, где я буду рассказывать о моем опыте, того, как я столкнулся с этим явлением, вот, там будет все, ваша любимая подача, и, конечно же, один из героев, который так многим нравится, мне посоветовали его назвать Павел, ну, пусть будет Павел, потому что многие путают мое имя, друзья, удачи вам, держитесь, всем, кто проходит 47 дней, знайте, 4-5 день самый тяжелый, мне кажется, а после 10-го уже все вырабатывается в привычках, и не забудьте делать максимально много всяких разных вещей, как говорил Авраам Линкольн, что отчаяние, грусть, депрессию можно пережить только в труде, постоянно что-то делая, делаясь, труд, паршивое слово от слова трудности, ничего страшного, суть от этого не меняется, все, друзья мои, я вас люблю, обязательно в понедельник или вторник будет снова выпуск вот такой вот, спускайтесь в комментарии, пишите какие-то суперсложные умные вещи, если я буду знать на них ответ, я обязательно отвечу, очень вас всех уважаю и люблю, до скорых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok